Мы живем богато, нам вас не надо, к нам не лезьте. Уже это свобода отечества, уже это страдальческое ура. Государство штампует заготовочки для себя. Сразу по линеечке, сразу ура хорам, сразу дисциплина – главный предмет. Сейчас мы предохраняемся от запада сну. Вот эти пения гимнов – это сублимация чувства. Огромная работа для большого количества дармоедов. Что делать? Записывать дальше, как едят младенцев? Добрый день, это программа «Шендерович в своем репертуаре». Это мы, Ольга Бычкова, Виктор Шендерович. Добрый день. Начнем мы с большой политики, конечно. У нас рубрика называется «Горячий пирожок» про актуальные новости. Но пирожок маленький, а тут пирог прям совершенно огромный. Американцы ушли окончательно из Афганистана. Вот у меня ощущение от этих новостей примерно такое же, как было после 11 сентября, когда мир подвергается новым, невиданным, тяжелым испытаниям. Ну, все время что-то такое происходит. А при этом первые лидеры, от которых зависит многое, если не все, это, мягко говоря, не Черчилль и не Розовик. Понимаешь, ну, у меня немножко разное ощущение. 11 сентября было шоком, было шоком. И тогда действительно, ну, вплоть до того, что не верили глазам. Я уже, наверное, рассказывал, как я в прямом эфире «Лайф» это смотрел в Москве. И мне все казалось, что я смотрю какой-то фильм. Не может быть. Я видел плашку «Лайф», я видел рушащиеся башни. А мне все казалось, что я смотрю кино. Это был, конечно, начало другой эпохи. Это была такая вот Третья мировая война, которая объявлена. И она идет. Она просто такая, не то чтобы гибридная. Ну, да, может быть, гибридная. Она продолжается. Объявлена война этому миропорядку. Объявлена война западной цивилизации. У каждого века свое Средневековье, мы без конца цитируем. В этом смысле ничего нового-то не произошло, глобально нового. Нет, не то, что, извини, я тебя перебью. Не то, что нового не произошло, а прямо опять те же грабли. Старое не закончилось. В Афганистане были, во Вьетнаме были. У одних и у других, и у всех все закончилось позорно. Нет, мы опять туда же. Ну, не мы, мы как человечество. Смотри, мы как человечество. И тут есть две темы. Одна тема тактическая, способ ухода Америки из Афганистана. То, как это случилось. Это, в общем, катастрофа. Катастрофа буквальная для некоторого количества людей, да, для погибших. Потому что ушли раньше, чем была подготовлена возможность. Это случилось слишком быстро. Не были готовы к этому. Что значит... Не, подожди, извини. Что значит слишком быстро? Решение о том, что этот выход будет, не будет этот вывод, произошло больше полутора лет. Понятно. Это понятно. Что полутора лет не хватило для того, чтобы подготовиться? Нет, не хватило понимания пропасти между представлениями о том, как все будет развиваться, да, и тем, как это случилось. То, что никакого за пределами американской военной мощи, никаких других, собственно говоря, основ за 20 лет в Афганистане не накоплено для того, чтобы... Да, для того, чтобы эта жизнь, которую пытались создать, да, западная цивилизация какая-то, ну, полузападная, ну, какие-то стандарты, для того, чтобы это удержалось, понимали, что это будут проблемы, но степень обрушения, да, скорость обрушения и труха, которая обнаружилась на месте государства, которое строили 20 лет, впихивая доллары, впихивая, так сказать, да, обучая, структурируя. И вот здесь, да, вспоминается сразу, первый, не один вспомнил и процитировал, Румату, трудно быть богом, да, сразу все об одном и том, как по Жванецкому подумали, потому что поразительно, до какой степени просто учебная ситуация, да, и здесь вопрос, ну, уйдем в сторону от тактических просчетов и так далее, стратегические просчеты. Вот мы человечество. Что делать-то с Арканаром? Просто не трогать, чтобы там просто шло как есть в Средневековье, чтобы, да, вот этот весь ужас. Просто не трогать, не пытаться ускорять, иметь свой интерес, защищаться от него. Для этого достаточно дронов и, так сказать, да, не пускать. В 2011 году, после 2011 года, ну, вплоть до убийства Бен Ладена, Штаты и Западный мир решал задачу, как огородиться от, да, отомстить, наказать демонстративно и защитить себя. Обрати внимание, никакого большого теракта после этого за, там, 20 лет не случилось. Будем считать, что эта задача была выполнена. Вот, смотри, а я сейчас про другое. Что делать с Арканаром? Что делать с Арканаром? О, значит, есть такое понятие включённое наблюдение в антропологии, да, вот. Человек приезжает в племя и живёт там, записывает. Он антрополог, он не миссионер, он антрополог. Он записывает, да, он, как там всё устроено, для науки, для науки. Но практика показывает, что через какое-то время эффект руматы, ты должен наблюдать, ты не должен ничего делать, ты наблюдаешь и докладываешь. Но через какое-то время, ты же человек, ты начинаешь себя отождествлять с кем-то. Ты приезжаешь в это племя, а там едят младенцев. Ну, так у них принято. Они едят младенство, полнолуние. И ты записываешь, как они едят младенцев, да. Через какое-то время эффект руматы, да, румата берёт меч, вопреки инструкции, и начинает делать то, что велит ему его эмоция человеческая. Что делать с Арканаром? Вообще не трогать. Вот есть жить себе в Силиконовой долине в 21 веке по этим правилам, отгородившись от мира, где другие правила. Но здесь есть важная вещь. Точка измерения для политолога, для историка, нация, эпоха, несколько десятилетий, иногда несколько столетий. Единица измерения для человека – человек. И можно, и наш Фейсбук, по крайней мере, такая была. Ну, они же дикари. Ну, пускай живут как дикари. Но, братцы мои, что делать с теми десятками тысяч людей, если не сотнями тысяч, если не полумиллионом или миллионом афганцев, которые получили образование гораздо лучшее, чем наши комментаторы в Фейсбуке, которые, да, хотели жить. Другой жизни. Хотели жить. Девочки не хотели, чтобы их насиловали в 13-летнем возрасте, да, выдавая, так сказать, замуж за талиба, да. А хотели любить, сами выбирать. Слушать музыку, учиться, да, носить то, что они хотят носить. Да, люди, которые хотели, и, получив образование, приехали в Афганистан, да, чтобы попытаться сделать, да, на этом месте сделать что-то немножечко другое, ускорить немножечко. И эти люди оказались заложниками. Мы все заложники большинства. У нас же свое, у нас здесь, где мы беседуем, в Москве, у нас же свои талибы и свое заложничество. Мы тоже представляем, ну, такой талибы лайт, да, хотя все менее лайт, но, тем не менее, мы как-то представляем свою жизнь. И в России живет некоторое количество десятков миллионов людей, полагаю, два-три десятка миллионов людей, которые вполне себе представляют себя в рамках русской цивилизации, да, но представляют себя живущими по, так сказать... По правилам 21 века. По правилам 21 века. Но мы в заложниках. Смотри, в заложниках чего, вот важный вопрос. Большинства, большинства и в заложниках у того средневековья, которое доминирует, доминирует. И вот человек в заложниках у своего, у времени в плену, сформулировано давно, у времени в плену. Или в заложниках у своих и не своих представлений о том, как нужно жить. Потому что, смотри, получается ведь что? Получается, что президент Трамп, который заключал эту сделку с Талибаном в феврале 20-го года по поводу вывода американских войск из Афганистана, именно мотивирует это тем, что, ребята, мы все сделали, что могли, да, и теперь, пожалуйста, сами, это ваша страна вообще-то, давайте там разбирайтесь сами, ну сколько можно. Да, да, да. И эту логику можно понять. Абсолютно нормальная логика. Так вот, Трамп с этой логикой оказался большим реалистом и более, может быть, прагматичным политиком, чем Байден, который несет в любом случае, вне зависимости от того, там, какие решения он принимал или не принимал, успел или не успел, но он главнокомандующий. Да. Который несет ответственность за этот поспешный, вернее, не поспешный, а плохо организованный уход, да, который обошелся вот и обходится такой ценой. Получается, что Трамп больше реалист и более толковый политик, чем Байден, который как раз сделал заложниками большое количество людей, заложниками собственного представления о том... Смотри. Как дальше афганцы будут строить свою жизнь при этом Талибане? Он же хотел как лучше. Он хотел как лучше. Он думал, что ничего такого не будет. Он ожидал другого. У него были другие представления о прекрасном. И вот они... Понятно. Значит, смотри, то, что прогрессоры регулярно прыгают на эти грабли... Значит, еще раз говорю, есть две последовательные позиции. Одна позиция, да, трамповская, изоляционная позиция, которая говорит, ребят, у нас своя страна, вы там как хотите, да, мы вот тут. Позиция последовательная. Дальше вопрос. А Америка, как Америка существует в значительной степени как страна, прогрессор. Прогрессор, прогрессор, то есть страна, которая не просто демонстрирует некоторые стандарты, но и, так сказать, несет их, да? Осуществляет некоторую миссию. Некоторую миссию, совершенно верно. Как всякое миссионерство, это вещь, да, это полка о двух концах, это вещь очень, так сказать, опасная. Опасная. Когда амуниция не совпадает, да, с амбициями. А еще раз, можно говорить о Трампе и Байдене, но гораздо важнее, если вот общим планом смотреть, чего делать с Арканаром человечеству, чего делать прогрессивному человечеству, ну, если в метафоре Стругацких. Вот есть мы, ну, условные мы, да, есть 21 век, условная силиконовая долина, права человека, да, и так далее, и так далее, и так далее. И есть мир, который на значительную часть, больше, чем на половину, живет в других стандартах, вплоть до талибских стандартов. Чего делать? Загородиться? Просто бросить на съедение, да там люди. Еще раз, когда мы оперируем историческими категориями, это все очень нормально. Пять веков распада Римской империи – нормально. Нормально. Сколько-то там воин в провинциях, сколько-то тысяч распятых на Апиевой дороге – нормально, ну, что поделать. Да, но караван все равно же идет. Ну, караван идет, и так далее, и так далее. Только распятому на Апиевой дороге не легче от этого, да, только жителю Арканара, а не, так сказать, казненному, да, вот, ему не легче от этого. Значит, что делает человечеству? Ответа на этот вопрос нет, потому что человечество мотает из края в край, то оно говорит, да, сама-сама, а вот вы там, как хотите, у нас тут свое, тоже. Почему американцы должны гибнуть? Логика в этом есть. Почему должны гибнуть тысячи людей? Ну, как минимум тратить деньги, как максимум гибнуть. Как максимум гибнуть. Тысячи людей. Десятки тогда, в 20 тысяч погибших за все время, да. Там дикие цифры уже, да. Почему должны гибнуть? Есть в этом логика, есть логика. Но, возвращаясь к тому, что Америка, да, назвался груздем полезая в кузов. И Америка перестанет быть Америкой, если станет просто богатой страной, которая говорит, ребят, мы вот тут живем богато, а дальше построить стену между Мексикой, да, и мы, к нам не лезьте, мы живем богато, нам вас не надо, не надо, да, мы тут сами, да. Такая Швейцария. А вы как хотите, а вы как хотите. Большого размера. Да, 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 а вы как хотите, да. Нам вас не надо. Нам вас надо, большим нам, да, потому что в сторону Америки, как в сторону, так сказать, стандартов и в сторону будущего, потому что там силиконовая долина, там маск, там изобретается чего-то, там какие-то, да, прорывы. В конце концов, туда уплыли на кораблях когда-то от других стандартов, да, от английской короны, от насилия. Там объявили свободу главной ценностью. Внимание, это важная вещь. То, к чему мы привыкли, как к лозунгу, но это было сделано там. Они объявили свободу национальной идеи. И все люди, для которых свобода не пустой звук, обратились, повернули лицо туда, да. И мы, ну, не вполне при талибах выросшие, но при таких талибах росшие, да, брюки дудочкой, Элвис Пресли, да, музыка, да, ой, какие машинки, ой, как там можно, смотри, оказывается, можно жить, при какой свободе можно жить. Этот вопрос в очередной раз, вот, маятник прошелся туда-сюда. А Афганистан, конечно, это просто пример того, как все империи, английская, советская, американская, да, все большие империи. Раньше, еще задолго-долго. Да, задолго-долго. Боже, кладбище империи. Ну, английская, я же начал с английской, да. Нет, еще раньше. Да, наверное, я плоховато знаю историю в этом смысле, да. Разбиваются, да, о, застывшее, о застывшее время. С точки зрения истории, повторяю, век туда, век сюда, нормально. Нормально, как историк, да, кто-то скажет, ну, нормально, нормальный ход, нормальный. Людей жалко, людей жалко. И на человеческом уровне это воспринимается, является трагедией, и воспринимается как предательство. Воспринимается как предательство, мы в ответе за тех, кого приручаем. Да, люди были обнадежены, да. И здесь вот эта тонкая, тонкая такая грань. Но что делать с Арканаром, не ясно. У меня нет ответа на этот вопрос. Я, как и все, просто в очередной раз, да, в очередной раз вспомнили Румату, вспомнили то, как он мечом прокладывал дорогу себе. У Стругацких тоже, кстати, не было ответа. Не было. Не было. Они же... С одной стороны, Румата был представлен как вот такая вот ролевая модель, но с другой стороны, финал-то тоже открытый, более или менее. Это роман. Это роман. И как замечательные именно писатели, не просто социальные конструкторы и философы, но как замечательные писатели, они написали правду, эмоциональную, человеческую правду. Невозможно. Невозможно. Вот, повторяю, миссионер, да? Ты антрополог. Вот ты сидишь, записываешь. Они едят младенцев. Что делать? Записывать дальше, как едят младенцев? Ты хороший антрополог. Но ты плоховатый человек. Швейцар едет в Габон. Я уже писал об этом в связи с афганской историей. Швейцар едет в Габон, чтобы... С другими стандартами. Со стандартами своего Эльзаса. Да? Откуда он приехал. Габон как был Габоном, так и останется. Габон не станет Эльзасом в связи с тем, что приехал Швейцар. И даже 10 швейцаров. Но какое-то количество людей он спасет. Вот в чем дело. Да, спасет. Но тоже какой ценой, понимаешь? Миссионеры, которые ехали с своими прекрасными христианскими стандартами в дикие, как они считали, страны. Ну, в общем, тоже как-то очень быстро этот меч обращали... Да. Нет, нет, нет. Миссионерство бывает разное. Я просто хочу сказать, что действительно... Это даже не хочу сказать, я хочу спросить. Действительно, ответа нет, потому что непонятно всегда... Цена вопроса всегда неоднозначна. Лезешь плохо, не лезешь плохо. Опять чем измерять? Если измерять историческими категориями, то надо лезть, потому что мы живем на одном шарике, да, и идет борьба, как не... Борьба систем. Все равно нельзя никуда деться с шарика, да. Другого... Нет ли у вас другого глобуса, как спрашивают. Нет. Тут еврей... А, давайте два глобуса заведем, еще один глобус. Там туда отселен плохих, да? Нет, не плохих, а кому где просто понравится. Типа там вам рыбу или мясо, понимаете? Да, 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 именно, именно. Но только, да, вот еще раз, если измерять историческими категориями, то, в общем, все нормально, ничего плохого-то не произошло. Исторически. Ну да, вот оно так качается туда-сюда. Человеческими категориями и погибшие афганцы, и погибшие американцы, и униженные, потому что все эти жертвы и финансовые, и человеческие оказались, да, водой. Это с пульверизатором в пустыне, да? Ходишь... И миллионы, и миллионы афганских женщин, которые теперь будут опять жить в заперти непонятно как. И это гораздо более тяжелое в заперти, потому что если ты знаешь, как выглядит свобода, если ты подсажен на этот наркотик, это уже воспринимается как унижение. Та девочка, которая ничего не слышала о свободе, и которую в 13 лет выдали за, да, за Талибом. Она живет как жила. Она живет как жила, она не воспринимает это как унижение. Это как мама жила, и как бабушка, как все. Так положено. Это правильно. Шкловский говорил, я иногда цитирую, это трудно объяснить вкус дыни человеку, который всю жизнь жевал сапожные шнурки. Но если ты попробовал дыню, то тебе обратно к сапожным шнуркам уже плоховато. Вот в чем дело. И это полноценная уже трагедия, конечно. То, что сейчас происходит в Афганистане, безусловная трагедия. Нельзя не сказать о... Говоря о просчетах там администрации, нельзя не сказать все-таки о героизме людей, которые пытаются сейчас и спасали, да, и американцев, которые и спасали, и помогали, и гибли. И продолжают гибнуть. Мы встречаемся с тобой в начале сентября. И это, конечно, черный день календаря для школьников и их родителей. Не знаю, например, я уже не родитель школьника, но я до сих пор перед первым сентября каждый раз в драке. У меня атеистические страхи. Я уже писал, как у собаки Павлова на красную лампочку. Я живу... Я писал об этом недавно. Я живу напротив школы, окна выходят прямо на школу, мне никуда не спрятаться. И я прямо каждый раз, это первое сентября, я это слушаю. Я не смотрю, но слушаю это. Школьные годы. Нет, нет. Нет, это раньше. Теперь гимн. Гимн. А уже играет гимн? Уже. Да, уже. Уже я слушаю это. Славься, отечество наше свободное. И вот это свободное. Равнее стоять, вот это все. Все стоят, слушают гимн. Этот голос завучий. Я говорю, интонации за полвека не изменились. Это вот неумолимые вот эти вот интонации. Да? Неотвративые. А я думала, что это еще только обещание. Нет, нет. Сегодня... Потому что Министерство просвещения Российской Федерации сказала, что оно будет внедрять... Уже внедрили. Поднятие гимна... Значит, в порядке. Поднятие флага и пение гимна, а также поднятие гимна и пение флага. Да, да. Первого сентября на линейках школы. Уже. Уже, уже, уже. Это значит впереди паровоза. Впереди паровоза отчитаться, что вы только задумались, а мы уже... Видимо, у меня такая прогрессивная школа напротив дома. Уже, уже играют. Славься, отечество наше свободное. Уже это свобода отечества. Уже это страдальческое ура по... Ура еще кричат. Да, дети им сказали, ура, ура, вот это вот жалко. Потом поставили первоклашку к микрофону, эти ужасные какие-то стишки читать. Вот это все. Стишки всегда читали. Это да, да, понятно. Но вот что касается свободного отечества, это новизна. Сталинский гимн в небольшой путинской редакции. Конечно, тема... Тоже, знаешь, вот как борьба с талибами. Это все десятилетиями исчисляются разговоры о том, что надо что-то делать со школой. Надо что-то делать со школой. Но для чего сегодняшняя школа, российская, абсолютно соответствует сегодняшнему российскому государству? Государство штампует заготовочки для себя, для своей государственной машины. Штампование заготовочек, для штампования заготовочек сегодняшняя школа очень годится. Сразу человеку в 11 лет несвободы. Сразу по линейке, сразу ура хорам, сразу дисциплина – главный предмет. Сокращаются, вот только что я в Фейсбуке, да, французский убирается, русский... Фейсбук – это же для некоторых основных источник знаний. Нет, не то чтобы источник знаний, но некоторая статистика того, чем пишет мой круг. А это вон широкий круг. И у меня, в общем, да, там 200 с лишним тысяч подписчиков, когда они банят, да, значит, я к тому говорю, что это довольно типичная вещь, я вижу. Сокращаются языки, сокращаются это. Уроки патриотического воспитания снова, да. Раньше было в 90-х годах, была новизна, ввели сексуальное. Сейчас мы предохраняемся от Запада снова. Учим предохраняться от Запада. И это с большим, да, с большим успехом делаем. Так это же такая американская фигня, вот с этим гимном, флагом особенно. Вот я об этом думал. Это же мы ничего своего не придумали опять, в очередной раз. Мы в очередной раз у кого-то содрали. Смотри, какая штука только. То есть, может быть, это и не так плохо, но, может быть, еще есть какие-то идеи. То, о чем мы говорили, да, я не в восторге от пения гимнов в американской школе. Я вообще считаю, что это сублимация все. Сублимация. Сублимация чего? Любви к родине. Вот эти пения гимнов, это сублимация чувства. Патриотизм не воспитывается хоровым пением, да. Не воспитывается хоровым пением и приложением руки к сердцу. Патриотизм – замаранное слово, да. В переводе все прекрасно. Любовь к родине. Она воспитывается тоже. Она воспитывается. Она воспитывается любовью к ближнему, да. Она воспитывается родным языком, родной культурой, родными лицами, песнями, да, колыбельными. Алиной Родионовной. Вот ты уже и любишь. Вот ты любишь. Я люблю то место, где я родился, тот язык, ту культуру, в которой я вырос. Я ее люблю. Мне нужно только не мешать. По моему представлению, мне надо напитать этой культурой. А дальше не ставить меня по струнке и спрашивать, любишь, сука, родину? А ну, давай, громче скажи, да, тварь. А ну, скажи, да. Я скажу, да, да, да. Это нет, это что-то другое. А мне надо просто не мешать любить. То, что мы наблюдаем, возвращаясь к школе, очень соответствует задачам сегодняшнего государства. Имперского, отсталого, отсталого и настаивающего на своем отставании, да, государства, которое воспитывает, готовит эти заготовочки. Заготовочки будут зашибись. Но тут я всегда вспоминаю, да, 21 век, мы уже упоминали Силиконовую долину и всякое такое. Есть одна фотография, которую я люблю. Первые акционеры Гугла, по-моему. Фотографии первые, 70-е годы какие-то, да, первые акционеры. Или Эпла. Неважно. Главное, что это какие-то ботаники, странные люди, несистемные люди, лица. С этими лицами их бы не пустили, ни одного швейцара нашего они бы не прошли, ни одну вохру бы не прошли. Их бы не пустили в ресторан, их бы никуда не пустили. Это несистемные люди. Странные какие-то разные люди. Они такие несистемные, странные, отдельные люди с проблемами. Вот такие маски, да? Вот такие странные люди, они движут, отдельные люди. Они, да, вот странным образом движут человечество. А заготовочки, из заготовочек хорошо сделать, собрать какую-то простенькую машинку. Но эти люди, заготовочки, ничего не изобретут. Не будет ни Ландау из заготовочек, ни Лихачева, ни Лотмана. Так я тебе скажу, что эта история со школами и с гимном, и с тем, как устроена современная российская школа, она тоже отражает состояние жизни в современной России. Но не в том смысле, что ты говоришь, не только в этом. Потому что и школы разные, и люди там работают, и руководят ими разные. И в одних школах одно, и заготовочки, и вот это все, а в других школах совершенно другое. И так было всегда, между прочим. Так было всегда. Была вторая школа, была 57-я школа. Да полно было школ. В каждом большом городе есть какие-нибудь школы, которые отличаются от других. И оттуда выходят какие-то совсем другие странные люди. Прости, я просто оговорюсь. Естественно, я же говорю только о статистике, о том, что является нормой. Естественно, и в советские времена всегда есть выдающиеся педагоги. А мне кажется, что нормой как раз является отсутствие нормы, и слава богу. Сегодняшней нормой, ну вот мы же видим, сегодняшней нормой является вот эта вот штамповка и пенегимнов. Но на этом фоне, разумеется, есть замечательный педагог. То есть ты веришь искренне, что каждая школа будет вот это вот все делать добросовестно и промывать детям мозги. Почему она будет это делать, если она никогда раньше этого не делала? Послушай меня, норму... Она всегда это делает для галочки, для отчетности. Диктуется сверху, диктуется норма. Всегда. Норму определяют сверху. Большинство, мы это повторяем по разным поводам, большинство встраивается в норму. И большинство встроится в норму. Даже иногда с опережением, как ты говоришь, да? Как ты говоришь. С этой историей, с гимном. Оказывается, это было не обязательно, но уже сделали, да? Большинство будет встраиваться в норму. Меньшинство будет, да, так же, как в советские времена, была вторая математическая школа, потом разогнанная впоследствии. Почему разогнанная? Вроде математика, да? Не работает. Невозможно, невозможно, да, когда ты пытаешься воспитать, когда ты пытаешься развить способности человека, ты должен повышать уровень его свободы. Это неизбежно. Это идет в пакете, понятно. Это в пакете. Но смотри, что внушает мне, например, огромный оптимизм, исходя из всех известных нам предысторий, что Министерство просвещения и руководство российского правительства сказало, что, во-первых, для того, чтобы внедрять вот эти вот все процедуры с флагом и с гимном в школах, будет выделено специальное средство из бюджета. О, да. О, да. Это да, это распил. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы выделить средства и вот это вот все грамотно, может быть, распилить, а может быть, организовать, мы не знаем, сделать, нужно разработать единую процедуру, чтобы по одному стандарту поднимали флаг и пели гимны, выстраивали мальчиков и девочек. Это же главное. Это же главное. Это главное. Да. А для этого, для этого должна быть специально разработана единая, разработан единый государственный стандарт. Понимаешь? Что это означает в переводе на русский язык? Мне кажется, это отличность. Что это означает в переводе на русский язык? Это значит, что все, как обычно, пойдет прахом. Слава Богу. Нет, это значит, что... Да, но перед этим огромное количество дармоедов новых, потому что новые места, новые программы. Какой-то человек напишет эту программу, какой-то человек разработает методику. Какой-то человек скажет, сколько сантиметров должно быть между первоклассниками и староклассниками. Огромная работа для большого количества дармоедов. Это прекрасно. Которые не просто... Да, безработицы мы победили давно, еще при советской власти. Да? А один копает, пятеро руководят. Или восьмеро там, понятно. Это мы все знаем. Ты имеешь в виду, что ничего не получится глобально? Ничего не получится. Просто в труху это все обращается. В труху. И дискредитирует действительно правильные вещи. Еще раз. Любовь к родни – вещь довольно простая. Она выражается в том, что человек испытывает любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам по Пушкину. Он ее испытывает... Пушкину занимались в Соскосельском лицее патриотическим воспитанием, да? Но как-то так занимались, что оттуда вышло довольно много образованных... Ну, потому что лицей был вот такой специалист, специальной школой, а в других школах, в других местах, где... Да, ставили на горох. Ставили на горох, там было по-другому. Да, совершенно верно. Только Пушкина... Только Пушкин с гороха. Вот Чехова, кстати говоря, ставили на горох. Но Чехов разорвал это... Выскочил оттуда, да? Из этого церковного пения, из гороха. Но потом написал много депрессивных произведений. Совершенно верно. Потому что он знал это все. Он знал это все по себе. Он преодолевал эту... Да, не свободу. Но вот любовь к родни, если мы упомянули Чехова, в том, что приехавший в родное Мелехово, доктор Чехов поднимал над имением белый флаг. И все крестные крестьяне знали, приехал доктор, можно получить помощь. Так он поднимал флаг, что он доктор. Что он доктор. А не что он Российская Федерация. Да, 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 да. Он белый флаг поднимал, да, никакой другой, да, без орлов, без орлов. Приехал доктор, можно получить помощь, да. Участвовал, да, в переписи земства, да, путешествовал, смотрел, как тюрьмы и так далее. Это значит, что чем больше его ставили на горох, тем больше в него вбивали правильных, с точки зрения его учителей, занудных вещей, тем больше он становился Чеховым с белым флагом. Так здесь будет то же самое, как это было, и когда мы с тобой учились в Советском Союзе. Ну нет, кто-то... Чем хуже, тем лучше, знаешь. Кто-то оттолкнется от этого и подальше отскочит, а кого-то это затянет. Чем больше разговоров про этот стандарт поднятия флагов, тем, в общем, больше противодействия в душе здоровых психических школьников это вызывает. И пускай, и хорошо. Да, смотри, закончим, раз уж мы на Чехова выбрали, закончим цитатой из Чехова, по памяти, по памяти из Чеховской степи, по поводу патриотического воспитания. Как там есть дурачок, который громко поет эту песню «Наша матушка Россия всему миру голова», и Чехов пишет, и как колесо глупости покатилось с гулким эхом, колесо глупости покатилось по степи. И вот это вот колесо, большое колесо глупости, да, вот этот вот официальный патриотизм, в отличие от обычной любви к родне, у того же Чехова. Драка Мерсали-Заде, это комик и стендапер, которого Министерство внутренних дел Российской Федерации назвало прижизненно, пожизненно нежелательным в России за некую шутку про ксенофобию. Я даже не буду цесировать эту шутку, не потому что там меня тоже, например, признают пожизненно нежелательной, может быть, для чего. Это не лучшая шутка, но дело не в этом. Это не лучшая шутка. Она мне не кажется смешной, если честно. Но, с другой стороны, кто и такая, чтобы оценивать смешные или не смешные шутки? Большое количество людей сидят в этих клубах, где перед ними выступают стендаперы. Да, другие люди. И шутят там такие шутки, которые мне не кажутся смешным. Но их не депортируют. Да, но их не депортируют, и кому-то они кажутся смешным. Поэтому не мое дело, что кому смешно. Но Идрак Мирсализаде шутил на тему ксенофобии и про то, как люди нетитульной внешности в Российской Федерации пытаются снять квартиры. И какие-то другие люди титульной внешности учат их типа хорошему и плохому, а Идрак спрашивает, кто они такие, а у них там то-то и то-то в тех квартирах, которые они оставляют. В общем, вопрос резонный, вне зависимости от того, в какую форму это было обличено. МВД это не понравилось. Ну вот смотри, значит, к сожалению, эта история реальная. К сожалению, если бы ты мне вбелив мне какого-то время назад сказала, что депортировали человека за шутку, я бы начал думать. Но, к сожалению, тут думать... Это, кстати, история с стендаперами не первая. Да. Когда их там как-то начинают представить за слова. Ну, во-первых, так сказать, начиная с фантазии на эту тему. В принципе, депортация за неудачную шутку, а впоследствии и лишение гражданства, я так рассуждаю, это правильная мера. Нет, он гражданин Беларуси, но его теперь не будут пускать в Россию. Да, да. Но, в принципе, хорошо бы вообще лишать гражданства за неудачную шутку. Я думаю, что если за неудачные шутки... Нет, гражданство от головы не надо лишать? Нет, я бы предложил начать с гражданства. Это резко бы очистило, так сказать, озонировало бы нашу атмосферу. Представляешь, если все, кто неудачно шутят на первом, втором, третьем, четвертом, пятом каналов, разом... А также когда ведут прямые линии президента с трудящими. А также всех, кто неудачно пошутил на прямых линиях, а также всех, кто чего-то позволил себе минимально ксенофобское, если бы их разом депортировать, я должен сказать, что резко бы очистился воздух в Российской Федерации и освободилось бы очень много эфира. В смысле, давай накажем всех плохих, чтобы остались одни хорошие? Да, 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 да. Шутка. Что мы констатируем? К сожалению, не в шутку констатируем. Что нежелателен человек, пошутивший что-то про титульную нацию, он пожизненно нежелательный. Кто пожизненно желательный? Люди, которые его избили. Потому что между приговором, десятью сутками ареста, депортации, и между этой шуткой, его просто, на секундочку, просто избили на улице. Вопрос господину Бастрыкину, риторический. А вообще ищут тех, кого, кто избил? Людей титульной нации, которые избили. Да хоть какой нации? Да хоть какой. Просто людей, которые избили. Они пожизненно желательные на территории Российской Федерации. Их никто даже понарошку не ищет. Обрати внимание, даже понарошку, даже не делают вид, что не могут поймать. Их просто не ловят. Людей, которые избили другого человека. Это к вопросу о том, в каком талибане light мы живем. Значит, это нормально. Это признано нормой. Не нормой признана шутка. Нет, подожди. Там же еще есть, в конце концов, то, над чем он шутил. Потому что вот этих объявлений про то, что сдам квартиру представителям славянской национальности, это же просто на каждом шагу. Это норма. Это норма. Значит, бытовой расизм – это норма. А избить человека на улице, чья шутка тебе не понравилась – это норма. Но если только это не член партии «Единая Россия», там шути на здоровье. Это норма. А что еще норма? У нас норма мужское государство в России. С прямыми угрозами. Я уже не говорю о текстах, которые они публикуют, но с прямыми угрозами. Норма абсолютная. Ты имеешь в виду вот эту всю историю, тоже российскую, ксенофобскую, с разными рекламами. Да, с разными рекламами. У нас норма… И, кстати, там не только расизм, расизм, там и гомофобия. Да, гомофобия. Абсолютно. Я хотел как раз через запятую. Весь вот этот букет, который тоже идет в пакете. Тоже в пакете. По большей части в пакете. Потому что это тот самый… Да, это то самое средневековье. Это идет в пакете. Против условного 21 века, да, где это невозможно. Значит, это у нас все норма. Избиение, гомофобия, расизм, бытовое насилие, мужское государство, которое базируется на законах Российской Федерации, которые декриминизировали семейное насилие. Ну, когда будет труп, тогда придется. Да, ну, позвоните, когда будет труп. Да, вот это вот все. Это все сегодняшняя норма Российской Федерации. Значит, в этом смысле, конечно, и драку Мерзальзаде надо поставить небольшой памятник за то, что он своей судьбой, да, как бы вскрыл этот гнойник, сделал его просто очевидно видимым. Ну, просто он потому, что подвергся вот такому наказанию. А на самом деле еще до этого этот гнойник вскрывали не один раз другие комики, я уж не говорю про другие сюжеты. Да, конечно. Которых тоже там как-то закрывали концерты, штрафовали, там открывали какие-то дела против них. Нет, нет, это понятно. Тоже кто-то страшно смертельно, невозможно, оскорблялся. Это же не первая история, понимаешь? Нет, ну, я, так сказать... При всем уважении к Идраку Мерзальзаде, это не первая история. Это не первая история. И первое вскрытие гнойников. Штука в том, что начинали мы с политической цензуры, и я был, так сказать, одной из первых, если не первой, тут не знаю, да, жертв, ну, так сказать, собственно, при Путине политической цензуры. К этому мы привыкли за 20 лет. То, что мне нельзя концертировать, да, то, что мне не сдадут ни под один стендап никакое помещение. Это уже понятно. Ну, это политическая цензура. Это, кстати говоря, очень интересная вещь, потому что всегда начинается именно с политической. Вот нельзя шутить про Путина. Ну, хорошо. Про Путина нельзя. А про другое можно? Выясняется, что с течением времени это, да, раковая опухоль, она расползает с жена. Про все нельзя шутить. Про все нельзя шутить. Примерно про все. Нельзя шутить про нацию, про это, про политику, про того, про другое. То есть выясняется, что про процесс снятия жилья тоже нельзя. Все, ты задеваешь, ты задеваешь. В этом смысле, в комическом контексте, я вспоминаю когда-то, в советские времена, когда я пытался зарабатывать рассказиками для радио, 20 рублей платили за рассказик, вот там, с Добрым утром. 20 рублей. То есть если ты... Это много, между прочим. Это много. И огромное количество... И кто-то из моих друзей, скажем, ну, он сам рассказывал, там, Игорь Артенев, который, не приходя в сознание, там, в субботу писал какой-то рассказик, там, на, да, 20 рублей, и в свободное время потом бесплатно писал свои стихи, которые потом сделали его классиком, да. Я пытался пробиться в этот задорный цех, чтобы, отчасти от слова задорнов, да, чтобы, значит, заработать. 20 рублей на дороге не валяется. У меня не получилось, потому что Лев Новоженов, как сейчас помню, рассказывал мне секрет написания такого рассказа. Это в этом рассказе не должно было быть... Ты не должен был никого обидеть. Нельзя было шутить про рабочих, колхозников, приезжих, мужчин же. Это должен был герой, должен был быть палк-палк огуречек. Вообще, без каких-то был примет, потому что все могут обидеться. Но об этом еще Гоголь писал, да, что от Риги до Камчатки. Да, напишешь там про кого-нибудь, там, калежеский асессор. Все калежеские асессоры обидеться, чтобы не задеть никого. Сатира, которая не призвана никого не тронуть. Ну, комизм комизмом, но сейчас мы увидели, как это пришло, да, началось с политической цензуры, нельзя про Путина, а закончилось тем, что просто, да, не трожь, не замай, не трожь, и везде чудится, да, заговор против России, да, все. Что тут важно еще, как мне кажется, что они сказали, сами того не желая. Это ведь дикие комплексы. Подумай, вот есть Российская Федерация, вот эти два орла, да, орел, эти две большие головы, да, вот эта огромная империя, которая, эти два орла, которые готовы заклевать все на востоке и западе, бомбят Сирию, да, империя, противостояние со штатами. Вдруг выясняется, что какой-то комик, стендапер, не найти ни в телевизоре, ни в интернете, способен так взъярить этого орла, что он его просто готов расклевать насмерть. Где ты, где он? Не заметить, не получается, комплексы. Это свидетельство больших комплексов. Я представил себе, да, ее величество королеву, да, кто-то пошутил что-то про Великобританию, Ой, про нее все, иди умоляю, там все время шутят. А вечно про нее, про ее корги, шляпки, шутки, манеры. Как? Еще быстро, быстро один мемуар. Когда мы делали программу «Куклы», мы посмотрели аналоги, гениоли французский, спитинг-имидж английский, и как раз был мейджор там. Нам писали, как вы смеете так, про президента России, как вы смеете, вот там бы побоялись, небось там на Западе. Мейджор был премьер-министром, и сериал «Кукольный» назывался «Жизнь мейджора». Первой серии, первая серия была, потому что он рождался. Вот мейджор резиновый рождался оттуда, откуда вот рождаются люди, он вылезал. И акушер, поглядев на улицу, говорил, нет, нет, и начинал запихивать его обратно. Я, господи, боже мой, все нормально с мейджором, с английской короной, ничего. И нормально именно потому, что они способны беспощаднейше смеяться над собой. Самые страшные шутки, жесткие шутки про англичан принадлежат, конечно, англичанам. В этом есть очень важный практический смысл, который мне однажды в каком-то разговоре объяснил Евгений Ройзман. Это не только способность смеяться над собой, это важное прагматическое соображение. Потому что, как объяснял мне Ройзман, и он абсолютно прав, конечно, не он это придумал, но я это услышала от него. Политик, ну и государство в нашем случае, тоже это вот примерно там одно и то же. Ну и может быть любой человек на самом деле не должен обижаться в принципе, потому что, потому что когда ты обижаешься, ты обнажаешь некую слабость. Конечно. И тогда твои оппоненты ее видят, понимают, ага, конечно. Вот сюда-то мы и будем долбить, в эту печень, каждый день. Да, конечно. Кроме того, да. Нельзя показывать, что ты на что-то обиделся. Это непрактично просто. Ты сейчас высказала прагматический. Конечно. Прагматическую сторону. А есть просто судебная сторона, потому что в многочисленных приговорах, решениях европейского суда, касающихся свободы слова, прямо сказано, что публичная фигура, даже оскорбления позволены. Кого-то назвали там австрийского права, политика права толка, там, идиотом. Было специальное решение. Ты пришел на лобное место. Ты публичный человек. Уйди в отставку, хочу тебе сказать. Если ты такой нервный. Если ты нежный такой, уходи в отставку, становись частным человеком. Частного человека нельзя. А политика можно и должно. Я не могу просто. Я не могу. У меня есть пример для тебя на тему Believe Me. Это наша рубрика про новости, про которые сразу и не скажешь. Это действительно произошло в жизни, или мы это так злокозненно и злонамеренно придумали. Задача заключается в том, чтобы отделить одно от другого. Мэр города Минеральные воды в своем инстаграме решил провести конкурс на лучший слоган. Потому что туризм, ну, как бы идеи понятные. Нужно привлекать туристов, нужно рассказать людям про этот город, нужно показать все прекрасное, что там есть. И надо сказать, что идеи, которые он высказывал, я внимательно потом изучила, его инстаграм, они, в общем, все не так плохи. И пускай бы как можно больше российских городов шли по этому пути и привлекали людей к себе. Но он предложил провести конкурс на лучшую слоган для города. И он сказал, вот, например, прекрасный лозунг. Это он как пример привел, на который надо ориентироваться. Но вы тоже предложите другой. Прокат велосипедов, например. «Радость между ног», сказал мэр города «Минеральные воды», потому что, с одной стороны, велосипеды, это очень полезно. Знаете, там... Не расшифровывай шутку. Нет? Ну почему? Я объясняю, почему. Почему радость? Велосипеды. Это полезно для здоровья. Объяснил... Я не буду расшифровывать. Там были всякие выражения, типа мужчины, простата и так далее. Я не буду это все цитировать. В общем, смысл такой. А в чем? В чем я должен поверить? Минеральные воды – это курорт, да, там воды. Все знают, что это урологический курорт. И это тоже как бы намекает на этот лозунг. «Радость между ног». И это синергия между велосипедами и урологией. Ты меня спрашиваешь, правда ли это? Правда ли этот лозунг? Я тебя спрашиваю, да. Что я в этой истории придумала? И действительно ли мэр города «Минеральные воды» предложил в качестве образца для привлечения туристов слоган «Радость между ног»? Или, может быть, он предложил что-то другое? А я все выдумала. Ты знаешь что? Ничего невозможного в этом я, к сожалению, не вижу. Я не знаю, не буду гадать так лет. Видимо, не совсем так. Но ничего в этом невозможного я не вижу. Вот почему. Я попробую просто объяснить логику. Мне кажется, тут логика важнее. Мне кажется, что пошлость с легкой руки, в частности нашего дорогого президента, несменяемого, такая легкая пошловатость, стала трендом. Это типа свой. Типа, смотри-ка, начальник, а такой простой мужик, так круто, лихо, да. Мне кажется, что, в принципе, так сказать, легитимизация такой прямой пошлости, вот этот мочеполовой юмор, произошла, она произошла на верхних этажах российского государства. И ничего невозможного в том, что мэр предложил такой лозунг, я не вижу, потому что даже его пиарщики могли бы сказать, круто, да, за своего сойдешь. Все будут гыкать, все будут гыкать, но говорить свой, свой. Многочисленные подписчики его инстаграма, одни говорили, что гы-гы-гы, отлично, другие и предлагали еще там какие-то варианты, более приличные, надо сказать. А другие, наоборот, его упрекали вот в пошловатости. Но он тогда их называл там какими-то неудачниками и предлагал не посещать этот прекрасный город, который на самом деле, вот это единственная неправда с моей стороны в этой истории, все остальное я не придумала, это не минеральный вода, это железноводск. Ну, это, в общем, так же. Это уже подробно. В одном месте. Нет, то есть реальный лозунг, да? Да, город только другой. Ну, это на здоровье, это на здоровье. А лозунг реальный? А лозунг реальный. Да, ну, я не большой знаток урологических курортов пока, значит, но, значит, ничего невозможного, я же говорю. Это, да, отрезать, чтобы не выросло, вот это гы-гы-гы, да, замучаясь, пыль глотать. Такой простой, да, свой в доску. Это стало нормой. И если это можно Путину, почему это нельзя мэру российского города? А может быть, ввести какой-то опять главлит для такого рода высказок? Нет, нет. Главлит должен быть в башке у избирателя, да, в башке у избирателя, который поморщится и скажет, знаете, есть простота хуже воровства, пожалуй, я такого простого, да, вот не надо такой простоты, да, а, пожалуй, мы поищем что-нибудь поприличнее себе и в президенты, и в мэры. Любой главлит, дальше суди кто? Дальше кто будет решать? А практика нашего главлита и нашей цензуры показывает, что будут бить же, бьют же... Вот смотри, он же ведь не употребил ни одного запрещенного нашим... Да не к чему прикопаться. Не к чему прикопаться. Радость разрешённое слово. Ноги разрешённое слово. В результате дикая, вонючая пошлость, а запрещают слова. Сегодня запрещены к употреблению слова. Причём слова вплоть до слов совершенно пушкинских, совершенно классических, да? Ханжества, да? И я на своих книгах... А он, этот человек, тоже обвинял своих оппонентов в ханжестве. Смотри, какая штука. Этот мэр. Совершенно верно. Значит, речь же идёт о том, что ханжество не в словах, не в словах, а в смыслах. Это вещь неформулируемая, да? И Лука Барков, да, или... Лука Мудищева-Баркова, или непристойная вологодская частушка, да? Это прекрасные, да? Или Губерман, или Олешковский. Это прекрасная русская литература, да? Вплоть до ненормативной. С огромным количеством ненорматива. А пошлость, это вот как раз господин мэр. Закончим. На этом у меня Ольга Бочкова и в этой программе Шендерович в своём репертуаре. Для Виктора Шендеровича нет других писателей. Спасибо. Спасибо. Счастливо. И не забывайте про нас в социальных сетях. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, что вам нравится, а что вам нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова